салют это нюберг вы пока еще на моем канале и название этого ролика не кликбейт к сожалению эта история настолько абсурдная что для ее пересказы из всех доступных языков да 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 кстати вот крикер спасибо 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 ой горю game спасибо за рейт спасибо спасибо музыкантов высказались об этой ситуации но другие контент-мейкеры из сми пока молчат это надо исправить потому что прямо сейчас меня и мою семью угрожают убить и мне нужна ваша помощь давайте обо всем по порядку нюберг ты я надеюсь все записал блять и у тебя есть что сказать я музыкальный блогер и стример числе прочего я комментирую новости не пряча голову в песок и не уклоняясь от острых тем каждый день на протяжении нескольких лет вот мой телеграм-канал прошлый понедельник вот во вторник если вы откроете его на любой другой дате это увидите примерно схожую картину новость комментарий к ней новость комментарий поскольку основная тема моего контента это музыка то он играть после этого виду из этой сферы я обозреваю особенно часто так переносимся в вечер вторника 14 марта глеб викторов 27-летний кумир глеб викторов 27-летний кумир молодежи и лидер группы три дня дождя запускает прямой эфир в инстаграме где жалуется на то что у него закончилось бухло и на последствия употребления мефедрона и в целом довольно много говорит о своей наркотической зависимости но взбудоражил по поле другая часть эфира вы знаете кто это какой-то известный исполнитель рэпер наверное суди по лицу мария спасибо за при подписку подсолнух спасибо три дня дождя не слышали или слышали ну ладно идем дальше нас отменили во всем мире на я должен приехать сейчас в киев на тебя там любят нахуй разлюбить его есть хороший русский толпы его также как и украине блять для меня сейчас хороший только 5 вот здесь в этой стране вот так о своих украинских слушателях высказывается человек который через несколько дней после начала мобилизации призывал не мешать путину дать ему дойти до конца и говорил давайте дожимать и на концертах запускал интересные кричалки я публикую у себя в телеграм-канале отрывок его эфира с ироничным комментарием без оскорблений и ложусь спать подожди дали его эфира глеб три дня дождя известный любитель покричать слава россии со сцены в очередной раз перебухал и запустил трансляцию в инсте и почалося что у трезвого на уме как говорится бедный мальчик глеб пожалейте его все дружно пожалуйста ироничным комментарием без оскорблений и ложусь спать чего я ф то блять да пиздец ну часто все нормально какой f а вот теперь должен быть не было заебали ступает среда раз уж все кричат слава украине с этими украинскими флагами нахуй а почему мы не можем сказать слава россии я говорю слава россии и весь зал меня поддерживает пропаганда для меня это ничто на утром не присылают что глеб своем что-то было написано наконец-то наблюдая положительную динамику политики и рф то время как запад ведет себя как истерично беременная бывшая россия хладнок ровно держит себя в руках не знаю про какие моменты говорит ну ладно я слежу за этой love story с самого начала и наше правительство не допустило ни одной ошибки о как пропаганда для меня это ничто на утро мне присылают что глеб уже в своем официальном телеграме начинает меня оскорблять и переходить на личности я оскорбляю его в ответ стандартная ситуация в интернете ничего необычного мы с ним уже это проходили она началась 13 13 и должна была закончиться уже в 14 26 того же дня когда глеб буквально умолял меня от него отстать и оставить его в покое на что я ответил что я оставляю его в покое смысле о том что когда ты что-то публично заявляешь другие люди имеют право это прокомментировать все конец истории спасибо что посмотрели это видео примерно так все бы закончилось если бы не одно но по ходу нашей переписки начали подтягиваться другие люди в агрессивной манере высказался сергей слэм учредитель лейбла изба на которой подписана группа три дня дождя и пошла цепная реакция за следующие сутки в конфликт включились серафим мука руслан crazy mega hell лали айка in space менеджер перекинезиса влад беседен звукарь перекинезиса рэйди артур ферст фил кирилл уроки большая часть из них просто вымещала свой негатив ко мне но поворотность узнал что crazy mega hell числе тех самых но не удивлен не удивлен у меня с ним конфликт еще давно был вот мы с ним срались по какой-то вообще хуйня вот он еще там боковал на меня что я как-то неправильно оценил его творчество вода пост муки который решил поднять своих друзей на организованную борьбу с нюбергом сформировал такую анти нюбергскую коалицию заявил что он написал запрос своему лейблу чтобы мне застройка ли удалили все каналы и призвал других артистов сделать то же самое его финальный аргумент был нельзя обижать моих друзей юра ангел поддержал это сообщение сказал что своего друга надо поддерживать в любой ситуации даже если он не прав все равно надо бить в морду того с кем он конфликтует и добавил все не важно когда речь идет о семье и друзьях артур first fill в радостном предвкушении написал ну что кидаем страйки на нюберга и они действительно это сделали я получил от своих знакомых в индустрии подтверждение что глеб и мука написали запрос своим лейблом чтобы мне застройка ли канал на следующий день вот ребят к слову о страйках о чем я и говорил поэтому я теперь тоже этим буду заниматься им было удалено несколько роликов в том числе мои реакции на видео того самого артура first fill а удивительно что когда речь заходит о том чтобы заступиться за своего друга и толпой напасть на нюберга ребята начинают буквально сыпать фразами из пацанских цитатников но их методы борьбы написать жалобу большим дядям флейбл что их в интернете ки обидели мне казалось что уже много лет назад все согласились с тем что страйки это зашквар для тех кто не знает система на ютубе работает так если тебе приходит три страйка канал удаляется без права восстановления тот же момент согласитесь звучит сломано от веерных банов любых неудобных кому-то блогеров спасают две вещи первое институт репутации потому что когда ты такими средствами пытаешься заткнуть кому-то рот то в глазах аудитории ты выглядишь мудаку а второе это fair use добросовестное использование это правовое понятие согласно которому в некоторых ситуациях вы можете использовать материалы защищенные авторским правом без разрешения правообладателя я сейчас дословно цитирую официальную справку ютуба критерий добросовестного использования это изменен ли исходный замысел произведения использовался ли он коммерческих целях вставил ли ты чужое произведение целиком или использовал малую его часть и потерял ли автор прибыль от того что ты разместил в своем контенте его материал поскольку это были не пустые угрозы мне уже пришел первый страйк был удален ролик с топом моих личных музыкальных разочарований за 2021 год удивительному совпадению там на одном из первых мест был глеб три дня дождя рассмотрим на этом примере ролик идет 32 минуты я там говорю о 10 разных артистах и для наглядности вставляю отрывки их треков по 5-10 секунд чтобы зрителю было просто понятнее о чем идет речь большая часть ролика это мои рассуждения и мнения я не перезаливаю в треке целиком чтобы оттянуть прослушивания даже не монетизируете ролики вся монетизация уходит правообладателям треков то есть артистам самим и пока не доказано что они из-за видео в интернете потеряли прибыль этого тоже нет добросовестное использование это то благодаря чему живет практически весь youtube почти любое видео в ваших рекомендациях используют чужой контент фото и видео вставки музыка у всего этого есть правообладатели давайте представим что за их использование можно забанить любого блогера то есть все каналы про кино отлетают сразу макс плюс сто пятьсот дали россия она моя так как запад мужик может быть барменной статы чатку с с будущем дар один ренден спасибо ты не может появиться на площадке все спортивные музыкальные новостные каналы биографические исторические видео реакции рецензии обзоры критика все это просто перестанет существовать обидно будет скилл снял офигенный ролик про рика рубина а вот это фото между прочим кому-то принадлежит прощай скилл 16 на 9 проделали титаническую работу над новым видео про pixar до свидания саша ресторатор разобрал клип оксимирона заблокировать как видите по этой дорожке можно довольно далеко уйти и весь мой контент от топов и биографии до разборов альбомов и реакции попадает под критерии добросовестного использования райки должны помогать бороться с теми кто буквально берет ваши работы и перезаливает их целиком ничего от себя не добавляя противном случае это превращается в охоту на ведь вот ты смотрящий это видео представь ты делаешь свою работу любишь ее горишь ею тратишь кучу времени и сил чтобы добиться результатов и далеко не факт что у тебя получится ты придумаешь идеи пишешь сценарии снимаешь монтируешь покупаешь оборудование у тебя появляются зрители которые ценят тебя и твое творчество появляются единомышленники которые начинают тебе помогать люди кто пишут доносы выкупают что на них тоже напишут доносы для них тоже найдется швабра ай бутылка вообще спасибо за 50 гривен да на любого можно что-то найти притянуть и написать понимаешь даже на стаса того же ай как просто блять который ну как бы сами знаете какую позицию имеют живет в россии но даже на него я уверен можно накопать найти притянуть и написать донос и обратят внимание скорее всего главное правильно все сделать и составить вот обрастаешь командой и все это может перечеркнуть один обиженный правообладатель которому что угодно может не понравиться твоих словах и действиях мы поцапались глебом три дня дождя не сильнее чем цапались до этого и не раз так бывает мы все эмоциональные живые люди и об этой перепалки уже бы все забыли потому что такое происходит в интернете каждый день если бы не организованная мукой кампания по удалению моего канала потому что заступившись за своего друга который обдолбанным наговорил херни он в отместку решил разрушить то что я строил пять лет вам это не кажется неадекватно кстати про этот эфир глеба на the flow целую статью написали интересно а серафим и его друзья уже запретили им публиковать свои релизы и потребовали удалить все статьи о них нет от меня потребовали более того label rhymes music написал мне с просьбой удалить все ролики где не только используются материал еще тут немного задушил скажем так информации о страйках и так далее как бы она очевидно что в общем и целом это ну такая себе тема блять вот но дальше сейчас интереснее информация будет просто да есть момент такой душный немного в этом видосе жора выбирая рейд от жоры ну нормальный вид жоры правильно да спасибо жора спасибо за рейд всем привет привет кто от жоры артиста пирокинезиса ангела муки айка где они хотя бы просто упоминаются потому что артистам это невыгодно еще раз этот конфликт не о том кто вам больше нравится нюберк или три дня дождя это вопрос того согласны ли вы с тем что любого блогера можно просто стереть с платформы если задаться такой целью ну да я критикую музыкантов разумеется многие меня не любят и я не прошу вас быть со мной согласными но я убежден в том что каждый человек должен иметь право высказывать свое мнение на своем канале в ю тубе в телеграме или в любой другой соцсети если глеб высказывается про меня и мои видео у себя в телеграм-канале пожалуйста даже если у меня там говном поливает это его канал его право но запрещать мне критиковать его нам оставляю давай уже напыдать уже немного перебор на меня тоже снимают негативные реакции и я никого не баню давайте вывернем эту ситуацию наизнанку есть два человека одного я безмерно уважаю 2 терпеть не могу срать в одном поле не сяду пусть это будут оксимирон и фломастер артист и стример так вот если завтра оксимирон упорится и решит удалить канал фломастера за то что тот критиковал его треки я первый выступлю против потому что только через сопротивление таким вещам достигается свобода слова не нравится фломастер выйди и скажи все что о нем думаешь но и он должен иметь возможность говорить я удивлен что до сих пор такие элементарные вещи надо разжевывать как там говорил глеб а мы всех любим мы всех любим нахуй всех уважаем блять мы никого сука не отменили с тех дней я разумеется не собираюсь облегчать им задачу поэтому как только да потому что теперь это стало нормой к сожалению я бы и не делал этого но блять мы же видим что происходит вот и в данном видосе этот человек тебе рассказывать как любители войны любят донести и нажаловаться и страйки кинуть все я теперь тоже так буду делать я временно скрыл информационная война происходит вот именно блять значит воюем ребят те ролики с мукой и три дня дождя но страйк от лейбла раэмс мюзик на ролик ну и ладно ребят ну и ладно стопом разочарований мне прилетел им использование материалов двух других артистов айка и сквозь баб влад айка ладно выступал на стороне глеба и про него лейбл просил все удалить сейчас он отмалчивается и даже на стримах старательно игнорирует все вопросы о жалобах на нюберга но вот марат сквозь баб открыто сказал я ничего не кидал я щи не знаю чем речь и в конфликте он не участвовал то есть они попросили лейбл стереть меня пользуясь полномочиями правообладателя и раньше мюзик стали кидать страйки за всех своих артистов даже не ставить их в известность нас все бесит цензура когда государство лезет в музыку вынуждает серафима муку запикивать что именно любит девочка с каре это плохо когда по требованию правоохранительных органов запрещают клип три дня дождя тебя любить это тоже плохо но потом эти люди которые по себе знают насколько неприятно оказаться под прессом цензуры берут и начинают сами себя вести как то самое государство и аудитория поддерживает это извините меня все ребята вне нашей страны я буду целиться во всех вас кроме своих типа ребят пацанов и так далее я буду топить за российскую федерацию второго когда конфликт начал всерьез разгораться глеб написал на что удалил все свои посты обо мне и попросил меня сделать то же самое это сейчас активно используется как аргумент в его пользу но мол тебе же предлагали закончить конфликт а ты его продолжаешь чтобы пиарится хайпить ребята вы ничего не упустили они действительно удаляли свои посты но вот только запрос на страйке никуда не делся они не пытались закончить как они хотели увести его из публичного поля чтобы не привлекать к нему так много внимания и без лишнего шума придушить меня жалобами чтобы я тихо исчез так вот этого не будет я на второй день этой ситуации обозначил условия на которых конфликт начнет заканчиваться артисты отзывают запрос на страйке и публично обещают что больше такая атака не повторится и только в этом случае возможно как-то договариваться только в кино так бывает что у нас есть конфликт персонажей герои и злодеи все это складывается в единую сюжетную линию где события логично следуют друг за другом реальный массовый конфликт всегда развивается как взрыв одновременно и во всех направлениях поэтому разумеется параллельно жалобам и препирательством из авторского права шла накачка ненавистью и разгоралась вражда между аудиториями мои подписчицы начали написывать в личку с угрозами на моего менеджера и на юру ангела были организованы атаки спам-бомберами парализовавшими их телефоны в мой чат пачками закидывали мертвые аккаунты по 500 в минуту муки в чат добавляли вредоносных ботов очень быстро начали писать угрозы моей жене и апогея эта ситуация достигла воскресенье 19 марта когда глеб перед дня дождя снова начал строчить про меня в официальный телеграм-канал сперва оскорблял писал что ему предлагали убить меня мою дочь которой у меня нет мою жену обвинял том что я спонсор в су и грозился пруфами интересно посмотреть учитывая что это вранье сокрушал ребят вам-то ничего не напоминает у этих зенников долбоебов у них у всех одна тактика они сразу что они в первую очередь делают это обвиняют тебя в том что ты в свою спонсируешь вот я так понимаю нюберга тоже в этом обвиняли обвиняли но как я понимаю он этим не занимался а его в этом обвиняют с пруфами с пруфами конечно же обязательно что по понятиям меня нельзя убить ведь у меня есть ребенок сообщал что у него есть друзья в батуми где я живу и что если меня увидят на улице мне будет плохо добавлял что это конечно же не угроза но меня из-под земли достанет чтобы совершить со мной половой акт после этого выложил фрагмент адреса моей прописки в семейной квартире и сказал что еще одно слово и он найдет меня в батуми ой уже нашел после чего спросил прочитал удаляю и произошел фокус с исчезновением всех сообщений я пацифист я против не то что войны я против типа даже насилия верю в то что типа человек может решать все типа разговором интеллектом и так далее скорее я вас убью своими пацанами буквально через 20 минут после того как глеба прорвало мне в личку пишет пустой фейковый аккаунт по имени валентин вагнер это сообщение зачитывать не буду даже с уже угрозой в мой адрес а SEB Бrea Minh Ажоном ты думаешь в Вагнере анит в Грузии долбоёб ты думаешь что можешь пиздеть всё что угодно из-за бугра ты думаешь ты можешь просто спонсироватьессу ошибаешься а мы думаем что можем проспонсировать твою жену или ребенка основными атрибутами Вагнера смешно в интернетике пиздеть тёлка ябливая скоро мы узнаем где живут мои родители скоро мы узнаем всё что необходимо заявление уже принято в оборот надумаешь вернувшись на грантице будешь дать сюрприз Посидишь годиков 10-15 Если, конечно, не надумаешь выпилиться Как несостоявшийся рок-артист И никем не понятый критик Удачной подготовки к свадьбе Будет весело Кусок ёбаный Ага, я дам в рот твоему отцу Который, бля Воспитал тебя такой тёлкой И я носу Наебала твоей жене и ребёнку Есть вариант решить конфликт мирно 2 миллиона рублей на счёт чувака Вагнер Проспонсируешь пацанов, которые Насуждаю И твоей семье никто не будет Сать на лицо За это ролик могут забанить А мне бы этого не хотелось Поставьте на полосу, прочитайте полностью И вдогонку ещё несколько сообщений После этого аккаунт переименовался Полностью И вдогонку ещё несколько сообщений Жена станет красивее Правда, хотя такой не исправишь Но чувака Вагнер могут всё Край по времени у тебя 22 марта 18.00 Жене продублировать сообщения И сам расскажешь После этого аккаунт переименовался В Дарья Нюберг Если коротко, это угроза от лица чувака Вагнер Личный Ну тут я бы, конечно, не стал бы так утверждать Потому что Кто угодно может написать тебе от лица Вагнера Представиться Вагнером Сказать, я ебан, я Вагнер А на самом деле сидит пиздюк 12-летний И Евгения Пригожина Который я должен через 3 дня Перевести 2 миллиона рублей Чтобы помочь им убивать украинца В противном случае Но дальше сейчас Они убьют меня, мою жену и ребёнка Совершат Тут я уже перемотал И как бы, ну, моментами покликал Поэтому не знаю, что Насилие над моим отцом И найдут мою семью, живущую в России В этот момент хочется спросить Уважаемые любители семейных ценностей Которые нападали на меня Со словами Всё не важно, когда речь о семье и друзьях Чё, языки в жопу попрятали Или это вы тоже поддерживаете Когда вот так заступаются за вашего братана Вам тоже нормально? Ты не понял Всё не важно, когда речь о моей семье и друзьях Тут есть только два варианта Первый У патриотичного Глеба действительно есть связи с Вагнером Поэтому он пишет о своих друзьях в Батуми И тут же от лица ЧВК мне пишут, что Вагнер есть в Грузии Это будет означать, что по заказу каких-то певцов Вагнеровцы вымогают деньги и шантажируют гражданских Что позор для людей, которые называют себя военными Либо это кто-то со стороны Глеба решил меня запугать Чтобы я врубил заднюю и самоустранился из конфликта Давайте сравним сообщения Глеба и сообщения от Вагнера Между которыми, я напомню, прошло 20 минут Не ты ли спонсор и донатер ВСУ? Ты думаешь, что можешь спонсировать ВСУ? Ты думаешь, у меня в Батуми нет друзей? Ты думаешь, Вагнера нет в Грузии? Ты всегда мечтал стать популярным рокером? Ты не состоявшийся рок-артист? Удали все Удали все свои соцсети и свое творчество Кто живет в квартире на Бакунина? Мы узнаем у живущих на Бакунина, кто сдает им квартиру Это не угрозы Поплачет за угроз, которых тут нет Таких совпадений не бывает Ну и отдельно каламбур про 3 дня золотого дождя показателя Независимо от того... Ну у меня складывается ощущение, что это пишет с фейка этот самый... Ну вот этот вот исполнитель, короче говоря Потому что он буквально повторяет то, что он говорил изначально ему напрямую И буквально все те же самые тейки И Глеб, ну Глеб или кто он там? Рэпер, короче говоря Все то же самое, но только под видом якобы какого-то там Вагнера Ну пытался, видимо, запугать тем самым, прикинувшись Вагнером, я хз Настоящие это Вагнеровцы или нет, эти угрозы писал человек, связанный с Глебом Стоп А ведь есть уже один человек, который связан с 3 дня дождя и при этом он уже мне угрожал А он рокер, ну блять Я вам говорил про него, но не включал запись Знакомьтесь, Сергей Шабанов Более известный как Серега Слэм Продюсер Глеба 3 дня дождя, учредитель его лейбла И вот что он запостил еще в первый день конфликта в официальном телеграм-канале А вот эти вот нюрнберги, хуюрнберги, я говорю, земля круглая, увидимся, блять, башку расхуарю ему Лично я, если увижу за такие слова, потому что он черт, он никогда в жизни не сможет приехать сюда Или куда-нибудь, где будем мы, и сказать это в глаза А знаете, чем еще примечателен Серега Слэм? Много чем, но нас интересует вот какая история, ведь помимо денег Причем вот опять же, да, обратите внимание на ситуацию В данном случае Нюберг, который без негатива что-то сказал этому Глебу, да, а потом уже этот негатив пошел со стороны Глеба И как снежный кон, да, одно на другое, пятое-десятое, и теперь мы слышим то, что А вот ты что там начал, блять, давай в лицо скажи за такие-то слова Ну вы сами начали эти слова употреблять, первые Сами начали вот этот негатив, да, и угрозы А теперь они такие, бля, ну он должен теперь за это ответить Так и вы тогда должны за это отвечать в таком случае Ваши денег вагнеровцы у меня требуют что? Извиниться перед всем русским народом Извинения Давайте поговорим об этом Ведь Сергей Шабанов очень любит заставлять людей извиняться Причем даже тех, кто на него работает Даже Глеба 3 дня дождя Ведь на ранней стадии конфликта тот записал вот это аудиосообщение Мы тебя любим, а я сказал типа разлюбить, это было на эмоциях И это не было типа адресовано всем чувакам Вот поэтому вот за вот эту фразу меня, конечно, простите Вот, а так Чел этот Нюберг всю их компашку годами срет, ты о чем? На него все, кому не лень, уже поссали В компашку кого? А как срет? Типа критикуя их творчество, треки Он же критик типа, как он там себя называет И оценивает музыку, не? Ну как это фломастер делает, не? Ну то есть он срет именно треки Ну как срет, критикует Или же именно предъявляет Глебу Ну ему как личности, да Что он какой-то худевый человек Это разные, это абсолютно разные вещи То есть если он критикует треки, это одно Он имеет на это право, блять А если он срал все это время, как ты говоришь Глеба и всю его компашку, например Прям срал Прям оскорблял Без причин, просто так Потому что какая-то личная неприязнь Это, конечно, уже другое Треки? Ну тогда какие вопросы-то, блять, имеет право Как я все сказал? Нет одного слова Я не отрекаюсь Он критикует людей просто так? Не-не, он критикует не людей Он критикует творчество этого человека То есть он делает треки Он, например, говорит Вот мне не нравится данный трек Потому что, потому что И как бы расписывает Почему? Он что, не может это делать, что ли? При чем тут человек-то, блять, если речь идет о творчестве Глеб попросил меня отстать Я сказал, что оставляю его в покое Но спустя полтора часа он сам пришел ко мне в комментарии Чтобы оскорбить мою аудиторию И там признался, что он Записал извинения не потому, что чувствовал себя неправым Не от чистого сердца А потому что Сережа попросил Ну вот представим, что ты мудак Вот прям конченное говно, как человек Ты вляпался по дурости в скандал И хочешь спустить неловкую ситуацию на тормозах Твой менеджер объясняет тебе, что надо сделать Ну не пались, ты хотя бы в телеграме своего оппонента С которым ты сейчас в конфликте Я понимал, что я какой-то хуйни наговорил Но мне кажется, пора принять, типа, какую-то позицию И моя позиция, ну, типа, в Российской Федерации, ну Есть еще одна история, которую мало кто знает Ой, блядь, он критиковал Глеба как человека Каждый раз, когда делал на него обзор Каждый раз напоминал, что Глеб человек говно Бля, ребят, окей, я этого не видел Не знаю, где он его там говном называл ли так И так ли оно это было Я не знаю, ребят Этого не было В данном случае мы говорим о ситуации, которая вот здесь происходит, да И угрозы вот подобного вида Вот Отпиздить, обоссать семью, блядь, жену, ребенка Мне кажется, это вообще хуйня какая-то, ебаная Это Илья Разварин Известный как Julian Not Suicide Он пианист и еще недавно работал с группой 3 дня дождя В том числе и над альбомом Bipolar Вот они вместе тусуются Илья на фото слева А вот они на концерте А вот он играет на фортепиано в телеграм-канале Глеба Короче, связь неопровержимая В какой-то момент он посмел покритиковать 3 дня дождя За наплевательское отношение к акустическим концертам Заявил в своем канале, что это мрак Организация не на должном уровне Группа посредственно относится к собственным слушателям Потому что те схавают все, что угодно Ведь Глеб звездочка И в чем он не прав После этого было еще несколько постов с критикой Где он, например, назвал команду 3 дня дождя девочками После чего Слэм Припостнул эту запись в официальный канал Лейбла И потребовал прислать ему фото и всю информацию Вплоть до паспортных данных Ильи Канале которого очень скоро вышел пост с искренними и честными извинениями Давайте договоримся Если вдруг вы однажды зайдете в интернет И увидите видео, как я извиняюсь перед Слэмом Русским народом Путиным Вы просто будете знать, что в этот момент Есть непосредственная угроза Либо моей жизни, либо жизни моей семьи И не поверите ни одному моему слову Вот что происходит сейчас, ребята До 5 дней этот конфликт перешел от того, что я выложил фрагмент Общедоступного прямого эфира Глеба 3 дня дождя в телеграм До угроз убийством мне и моей семье С шантажом и вымогательством 2 миллионов рублей Есть целых 3 варианта Почему все те, кто радостно влетал в этот конфликт Чтобы вставить свои 5 копеек Сейчас притихли и молчат Либо Они знают, что это спланированная акция С целью меня за... А, мерзкий зетный долбоеб Или притворяется вагнеровцем Либо пользуется их услугами А другой убежавший Узкий ноет Как всем похуй Ахаха А дальше ты что написал? Что, блядь? Ахаха И Действительно считает себя патриотами России После случившегося с ним Как смешно Кто? Он? Или кто? Он считает себя патриотом России После случившегося Что-то ты какую-то херню притянул Вообще непонятно Запугать и не мешают Криминальному окружению Глеба Решать его проблему в интернете Либо Услышав про страшных вагнеровцев Они обоссались и стараются Лишний раз не отсвечивать От страха Либо Такой метод борьбы с блогерами Их тоже устраивают И они втихаря считают Что так мне и надо А ведь на моем месте Может оказаться кто угодно Достаточно кому-нибудь Не понравится Покажите это видео всем Кому только сможете Разошлись его по СМИ Предложкам пабликов Блогерам Только публичность Демонстрация позиций Ладно И несогласие с таким Пиздецом Могут сделать так Что вскоре Это не станет нормой Сегодня истекает срок После которого Мою семью и меня обещают убить Пять месяцев будет стрим Приходите Пообщаемся Ага Так Ну Вроде живой Вроде никого не убили Не знаю конечно Вроде все нормально Иначе бы Мы уже узнали я думаю Вот Поэтому как бы Вот такая ситуация Ребят происходит Вот такая вот хуйня Я в принципе Не удивлен Подобное слышать И видеть От сторонников Этой войны Да От зетников Вот Примерно что-то такое Что-то так Примерно Отдаленно еще конечно Не настолько жестко Что-то Жора там у себя На стримах Периодически у себя Высирает В мою сторону Мне тут недавно Скинули какой-то момент Что типа там У меня башня Если я в Россию вернусь Эту башню поправят кувалдой Вот Такой А ну Ладно че Окей Ну и такие Как вот этот вот Глеб Рокер какой-то там У которого там Проблема с алкоголем И наркотиками Конечно Я не могу утверждать На все 100% Но Исходя из этого Видоса Да Вдруг неожиданно Проявляет какую-то Агрессию Неконтролируемую Агрессию Желание мести И всего подобного Угрозы И прочая Херня Бля Ну Вагнеры Бля Ну это вообще Пиздец И все эти заявления Его на стриме Да я там Да я за Россию До конца Чтобы не произошло Ого Блядь Я не знаю Вот немцы В 41 В 39 В 40 В 41 И так далее Так же наверное Скорее всего так и думали И что в итоге Во что это в итоге Все вылилось Ну да Повторяем ошибки Как это круто Блядь Субтитры сделал DimaTorzok